В Запорожье продолжается вторая сессия облсовета. В ее ходе депутаты приняли стратегию регионального развития Запорожской области на период до 2020 года. Сейчас в облсовете находится наш корреспондент Оксана Заводовская. Оксана, здравствуй. Как проходит сессионный день и что происходит в эти минуты? Добрый вечер в студии. Сейчас вторая сессия областного совета ушла на 15-минутный перерыв. Но за последние несколько часов депутатам удалось проголосовать за некоторые вопросы. Один из которых стало обращение к президенту Украины, премьер-министру и Верховной Раде Украины о проблеме обеспечения металлоломом отечественных производителей. Так как экспорт металлолома велик, от этого страдает отечественный производитель. Следующим вопросом, за который проголосовали, стал вопрос об изменениях в развитии автомобильного транспорта в Запорожской области на 2017 год. За него также проголосовали депутаты почти единогласно. Также депутаты проголосовали о поддержании законопроекта Верховной Радой 3851, который касается аграриев, украинских аграриев, о том, что им нужно вернуть налог НДС, который работал до Нового года, до изменений в налоговом кодексе, о том, что НДС должен возвращаться в размере 100%, потому что от новых изменений страдают аграрии, которые работают по новой системе налогообложения первые два месяца 2016 года. Также вопросом, за который проголосовали депутаты единогласно, стало обращение к Верховной Раде о необходимости субвенций учебных заведений технического профессионального образования. Следующим вопросом, за который проголосовали депутаты, это создание комиссии, которая будет контролировать Запорожский областной институт после дипломного образования, так как этот институт, ему говорится о том, что этот институт якобы подавал определенные признаки сепаратизма. После этого сессия ушла на перерыв. С самого утра была принята стратегия развития Запорожского края до 2020 года. За нее также депутаты проголосовали единогласно. Это позволит иностранным инвесторам вкладывать деньги в Запорожский регион. И это решение было первым и самым важным на второй сессии Запорожского областного совета. Игорь. Спасибо, Оксана. Полный отчет о том, как прошла сессия, смотрите в нашем итоговом выпуске новостей в 19.00. Полный отчет о том, как иностранный инвестор.